Красить волосы при вскармливании грудью, можно ли? Во время грудного кормления малыша, приходится быть очень внимательной к своему здоровью, питанию и образу жизни. Сюда относятся пользование косметикой, окрашивание волос, использование средств бытовой химии. Можно ли красить волосы при грудном вскармливании? Сегодня именно об этом мы и поговорим. Беременность, а затем материнство, накладывают на вашу жизнь дополнительные обязанности. Уход за ребенком, необходимость часто его кормить, забота о его здоровье, занимают много времени. Вредна ли окраска волос, чтобы хорошо выглядеть? Мы пользуемся всеми возможными способами, используя косметику, окрашивание волос, приобретая стильную одежду. Делая маникюр, педикюр и ухаживая за телом. Когда женщина становится мамой, желание красиво выглядеть никуда не уходит и это нормально. Сколько анекдотов и смешных высказываний, высмеивающих неухоженную маму, которая целиком погрязла в быту и детях, можно встретить на просторах интернета. Окрашивание волос – простая процедура в наше время. Если раньше часто случались казусы, когда при кормлении грудью результат окрашивания превращался в тихий ужас, то сейчас такие случаи единичны. Но нельзя исключать тот факт, что при грудном вскармливании меняется гормональный фон и оттенок волос может быть не совсем таким, как ожидалось. Важно! Предупредите своего мастера, что кормите грудью, пусть он учитывает этот момент при выборе краски для окрашивания волос. Каково воздействие краски на кожу головы и волосы? При кормлении грудью часто встречается повышенное выпадение волос. Окрашивание может усугубить ситуацию. К усиленному выпадению волос и даже к облысению аллопеции, ведет окрашивание, если используется краска, в которой содержится перекись водорода или аммиак. Усиливает процесс выпадения волос кормления грудью, если организм женщины испытывает недостаток витаминов и микроэлементов, требующихся ребенку. О том, как питаться правильно и при этом не навредить малышу, узнайте из курса «Безопасное питание кормящей мамы ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ». Кожа головы реагирует на их недостаток с сухостью или жирностью, наличием перхоти, возможно аллергия. Волосы могут стать сухими и ломкими с секущимися кончиками. Окрашивание волос лишь усугубит их состояние. Качественная краска для волос не оказывает негативного влияния на состав грудного молока, поэтому окрашивание не противопоказано. Не нужно сцеживаться после посещения парикмахерской, или выдерживать временные интервалы, чтобы покормить ребенка. Мы живем не в каменном веке, поэтому знайте, что рассказы ваших мам и бабушек об испорченном молоке или отказе ребенка от груди после того, как мама покрасила волосы – миф. Запах краски и его влияние на состояние матери и ребенка. Максимум вредного, что происходит при окрашивании или химической завивке волос, – это попадание ее паров, то есть токсинов в организм женщины. Именно запах красящих средств является очень вредным и опасным. Можно производить окрашивание красками известных брендов, в которых отсутствует аммиак, что существенно ослабляет окрашивание, но уменьшает отрицательное воздействие. Цену такая краска имеет достаточно высокую, однако именно эта краска содержит бальзам по уходу за волосами. Внимание! Перед окрашиванием необходимо провести обязательное тестирование средств окраски на аллергию. Меры предосторожности, соблюдение которых обязательно, окрашивание производить только средствами, содержащими натуральные ингредиенты. Хной, ромашкой, басмой, муссами кормить ребенка следует перед тем, как производить окрашивание, помещение для окраски. Должно быть просторным и проветриваемым, тестирование проводить даже на знакомые в применении средства. Во всем остальном процедура окрашивания не является противопоказанной или запрещенной при кормлении ребенка. Только не берите младенца с собой в парикмахерскую. Запах краски даже взрослым людям тяжело выдержать, а младенцу, у которого обоняние острее нашего в несколько раз, такой резкий запах может показаться чрезмерным. Знаете, не исключена и аллергическая реакция на запахи. Лучше будет, если ребенок подождет вас дома. Само окрашивание занимает по времени от 1 до 3 часов. Учитывайте этот момент, чтобы хватило времени на возвращение домой к очередному кормлению. Младенцы прикладываются к груди очень часто. Подробнее о чистоте кормления младенца читайте в статье «Кормление по требованию ИДЖИТИ», ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Поэтому, оптимальный возраст ребенка, когда он может провести без вас 1-2 часа, это около третьих месяцев, читайте актуальную статью. Что должен уметь ребенок в 3 месяца? ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Если вам нужно уйти на более длительное время, то лучше сцедите молоко и пусть оставшийся с ним человек, покормит малыша с ложечки. Как это сделать? Читайте в статье «Как сцеживать грудное молоко руками». ИДЖИТИ, 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 желаю вам оставаться красивой и любящей мамой. Можно ли загорать кормящей маме? Можно ли ходить в баню кормящей маме? Можно ли купаться кормящей маме?